итак приветствую вас во второй части моего прохождения игры гран туризм 1 на 1 playstation так предыдущей части мы с вами заработали лицензию класса b мы сейчас продолжим и возьмемся за лицензию класса а это уже испытание посерьезней задания там будут сложнее машины мощнее так 8 дней потратили на прохождение лицензии б так ну продолжаем проходить эту великолепную игру у многих наверное она была любимой в детстве как и у меня я playstation 2 а также в общем то и третью я купил исключительно поначалу по крайней мере ради вот этой вот игры точнее продолжение а с первой частью я познакомил мой друг лёха и одноклассник он первый тогда начал а я я заговорился ничего он значит тогда первый начал ходить в интернет точнее не в интернет клуба чем я говорю интернета там не было в игровые видеоклубы там где стояли телевизор и обычные не были подключены еще тогда сеги был один там персональный компьютер у нас стоял игровой клуб назывался дюна ну и значит были playstation и эти космические коробочки которые привлекали внимание всех тогдашних пацанов каким какими были мы с лёхой и вот он первый так сказать разузнал про этот компьютерный клуб видеоклуб и стал туда ходить потом притащил меня туда спустя некоторое время вот и когда ну в общем мы увидели гран-туризма как другие пацаны сидят и играют а еще и плей и плей же здесь просто великолепные челюсть упала и укатилась далеко-далеко глядя на эту графику потом мы он уже так как ходил туда он уже был опытным так сказать игроком я впервые пришел вот мы с ним сели естественно меня уделывал я тогда играл с такого вида почему-то мне так больше нравилось вот а его как-то это задевало опять продолжаем серебро зарабатывать так ну я продолжу рассказ и в общем он меня периодически выигрывал из того собственно времени мы поняли что это игра которая должна быть у нас естественно часто ко мне приходил играли у меня насколько я помню тогда еще playstation не было я была только сега вот мы подружились парнишкой сыном владелец этого клуба и он нам давал memory карточки со своими сейвиками мы загружали он проходил в игру мы загружали стик сейвиков его сохранялки и там были прокачаны тачки уже о впервые бронза вот и значит проходили катались на этих заряженных я помню там было у него два skyline девяносто пятого года gtr вот этот мы прокачаны и в спековский оба прокачаны в гоночной раскраски и вот мы с ним fto-шка у него была как раз и ламэдишн про которую я говорил с легкость зарубались просто в эти гонки нажали куда подходить участвуют в разных соревнованиях вот и потом когда у меня появилась ну где-то спустя короткое время мне отец привез из японии playstation лицензионную между прочим вот и хм не смог сдать ну и значит мы у Дани этого выкупили в общем Gran Turismo в которую в его же клубе играли точнее клубе его матери она была на японском языке она была системой PCJ и ну в общем весь текст там был естественно на японском но все равно очень сильно нравилась эта начальная заставка кстати в японской версии играет тема Moon Over The Castle и она ну на мой взгляд гораздо больше подходит по моему видеоряду в котором начальные ножки идут нежели вот та что в этой версии европейской вот значит такие дела и ну я когда мы дойдем до чемпионатов я вам расскажу как мы их с Лехой проходили особенно интересно у нас получалось проходить чемпионаты на выносливость так называемые ну в общем которые по несколько часов ну тут точнее нету еще по несколько часов здесь есть 30 кругов R11 трассы обратку она же играть воли ну где-то час-полтора-два надо на них тратить вот кстати ну с Лехой мы сейчас продолжаем дружить реже правда видимся ну что у него уже семья ребенок недавно родился привет Леха если ты меня слышишь видишь передаю тебе большой большой привет надо будет к тебе зайти обязательно в гости давно не виделись так ну тем временем мы продолжаем проходить лицензию класса А ну я говорил что она задание здесь посложнее поэтому результаты чуть-чуть упали кое-где бронза кое-где даже не с первого раза удается пройти ну и опять же я пока еще все-таки привыкаю к управлению этим джойстиком вот Toyota MR2 у нее такое управление вязкое плавающее мне очень мне понравится хотя она поворачивает конечно очень хорошо но она находит очень крутые повороты но надо не привыкать хм и вот опять провал ну я думаю вырезать эти моменты не стоит более что я больше двух-трех попыток наверное все равно тратить не буду на это поэтому все свои неудачи все будет в видео ничто ничто от вас не ускользнет от вашего внимания вот есть задал ничего себе неожиданно после провала это золотишко классно да задание это отдельная песня конечно гран туризма отдельный такой фетиш так а вот это задание интересное маленький маленький кружочек на subarone прогоняться нельзя сильно с там в шоу слишком да ладно золото концовку то я закосячил неожиданно опять но тем не менее конечно же приятно так ну и последнее задание 8 это будет у нас участок первый сектор трассы гранд воли и спидвы два песочных поворота на машине toyota supra rz тоже кстати очень был в восторге когда впервые ее увидел мы своими глазами живую ой не помню уже в нашем городе соседнюю находку ну в общем у вас пор был так тем временем благополучно первый поворот скоростная связка довольно коварная ой-ой-ой ну ладно, доеду все равно все равно доеду, не будем сдаваться конечно без дам но конечно надо доехать вот такая вот суперочка 1.11 насколько я помню тут надо хотя бы показать время 1... ну в 1.08 в общем по-моему длится ну и вторая попытка кстати вот наблюдаем product placement рекламу внутри игры с покупающих товаров так сказать автомобильно-гоночных, масла, резина амортизаторы марки машин рекламируются какие-то пинговые ателье так, в этот раз я уже прошел первым поворотом ну ничего, надо концентрироваться на втором амортизаторы ну и вроде бы, много получено ну и ладно воронза тоже сойдет так, вот она долгожданная табличка с лицензией класса А наконец-то мы ее получили так ну что лицензия класса А получена думаю на этом мы попрощаемся опять же таки встретимся в следующем видео нам предстоит самая сложная лицензия класса А International международная А вот вы кстати отпишитесь может быть по длине видео в общем как мне делать может быть по длиннее может быть покороче ну думаю короче не стоит вот формат где-то 20-30 минут на мой взгляд самый такой оптимальный потому что можно за просмотром видео там чайку как раз успеть попить там перекусить что-то вот сидя в удобном кресле ха-ха вот так что напишите по полной продолжительности видео вот ну а пока я думаю распрощаемся с вами спасибо что смотрели подписывайтесь повторюсь комментируйте отписывайтесь по поводу видео качество видео комментариев вот мне это все очень важно я буду читать мотать на уши как говорится ну и делать выводы ладно всем пока-пока встретимся в следующем видео пока-пока пока-пока пока-пока